Мини-колли – маленькая карликовая овчарка Шелти. Шелти – веселые собаки небольших размеров, с милой мордашкой и пышной гривой. Увидев такую собаку на улице, люди часто задаются вопросом о породе, как называется эта маленькая колли. Шелти быстро завоевали любовь и признание своим мягким характером и интересной внешностью. Эти собаки очень дружелюбны, добродушны, а также любят детей. Мини-колли идеально подойдет всем в качестве первой собаки в доме. История породы Шелти – довольно молодая порода. Она была зарегистрирована только в начале 20 века. Родина Мини-колли – шотландские острова. Предки породы – несколько групп собак, норвежские бухунды, яки, исландские пастушьи собаки и шпица. Шелти – пастуши порода. Крестьяне называли шотландских овчарок «тайни-дог», что переводится как «крошечная собачка». Эти собаки всегда были мини-колли, то есть миниатюрной копией колли. Людям, которые стояли у истоков породы, было абсолютно все равно, как выглядит собака. Человека волновали лишь рабочие качества четверонових пастухов. Шелти помогали людям пасти овец, коз, пони и птиц. Маленькие овчарки могли в пятером, без участия человека, перегнать стадо овец с гор в долины и обратно. Также Шелти охраняли сады и сеновалы от одичавших травоядных и птиц, пугая их громким лаем. Шотландские фермеры очень ценили своих помощников. Популярность пришла к Шелти в XIX веке. Гости островов отметили маленьких пушистых собачек, которые всюду сопровождали местных фермеров и проявили к ним интерес. Моряки, путешественники и торговцы выстраивались в очереди за щенками Шелти, чтобы привезти такую необычную собаку домой в качестве подарка. Крестьяне поняли, что продажа собак – неплохой источник дохода. Заводчики начали активно улучшать внешний вид Шелти, приливая им кровь померанских шпицев, папильонов и спаниелей. В результате, линии карликовых Колли того времени сильно отличались друг от друга. Для справки, Шелти или маленькая Колли – порода, которая получила утвержденный стандарт только к концу XX века. В то же время продолжалась вестись селекционная работа. Так как издали некоторые типы напоминали Колли, селекционеры решили приумножить сходство Шелти с этими крупными пушистыми собаками. Во время Первой мировой войны разведение было приостановлено, и мир едва не потерял эту интересную породу. К счастью, в живых осталось несколько ярких представителей, и порода удержалась. Вторая мировая война также едва не лишила мир Шелти, но все вновь обошлось. Популярность Шелти сильно возросла в 2005 году, после выхода фильма Лесси о собаке породы Колли. Те, кто не мог позволить себе завести крупную собаку, останавливали свой выбор на Шелти, миниатюрной копии Колли. Описание породы – основные характеристики. Мини-Шелти – очень компанейская и дружелюбная порода. Эти собаки легко уживаются с другими животными и совсем не имеют агрессии. Это такая собака, которая лает, но никогда не укусит. Маленькие Колли любят дрессировку, им всегда интересно взаимодействовать с человеком. Окрасы Шелти – единственный серьезный минус породы, эти собаки не переносят некоторые лекарственные препараты. Это делает Шелти очень уязвимыми, так как лекарства могут причинить им больше вреда, чем пользы. Окрасы породы – основных окрасов у породы 4, но разнообразие их сочетаний поражают. В природе встречаются следующие варианты расцветки. Мрамор, триколор, черный с белыми подпалинами, соболь, допускаются белые пятна на лбу, воротнике, груди, лапах, на хвосте. Для голубого мраморного окраса недопустимо наличие серого цвета, неяркий цвет и отсутствие черных пятен. Таких собак не допускают до выставок и разведения. Размеры породы. По стандарту породы, принятому в 1916 году, размеры таковы. Кобель – 37,41 см в холке. Сука – 33,40 см в холке. Отклонение более чем на 2 см 5 мм нежелательно. Вес. Кобель – 7,3 – 9,1 кг. Сука – 6,5 – 8,8 кг. Задние конечности. Широкие мускулистые бедра, бедренные кости входят в таз под прямым углом. Хорошо выраженные углы коленных суставов, четко сформированные скакательные суставы с выраженными углами, расположены низко. Плюсны, прямые при взгляде сзади. Для справки, недопустимо любое отклонение от нормы. Передние конечности. Плечи с хорошим наклоном. Холка разделена позвоночником, его можно прощупать через кожу. Ярко выражены углы плечи лопаточного сочленения, а плечи и лопатки примерно одинаковой длины. Расстояние от локтей до холки равно расстояние от земли до локтя. Если смотреть спереди, грудные конечности прямые, с хорошо развитой мускулатурой, симметричная. Голова и череп. Голова изящная, утонченная. Напоминает длинный тупой клин, который сходится от ушей к мочке носа. Затылочный бугор невыражен, череп плоский. Мозговая и лицевая части черепа примерно одинаковой длины. Черная мочка носа. Губы плотно прилегающие, сухие. Глубокие челюсти, сильные и крепкие. Недостатком считается. Грубая голова, череп куполообразной формы. Сильно выраженные надбровные дуги, или затылочный бугор. Резкий, переход от лицевой части черепа к мозговой. Сильно заостренная морда, уши маленькие и подвижные, поставлены высоко. Стоячие на три дробь четыре, концы ушей направлены вперед. Глаза среднего размера, миндалевидная, поставлены косо. Стандарт цвета, темный. При окрасе голубой мерль допустимы голубые глаза или глаза с вкраплением голубых элементов, гетерохромия. Гетерохромия у шелти, челюсти и прикус. Глубокие сильные челюсти. Нижняя челюсть с хорошо развитым подбородком, закругленной формы. Прикус, ножницы и образный. Зубы крепкие, крупные, резцы должны быть расположены на одной линии. Недостатком является, недокус, перекус, отсутствие зубов, неровность в расположении резцов, зубы видны, когда пасть закрыта. Особенности характера, карликовая колли, очень социальная порода. Они рады всем животным и с легкостью находят общий язык с другими собаками. С незнакомцами мини-колли шелти ведут себя настороженно, но завоевать их доверие достаточно просто. Потребность в общении необходимо удовлетворять ежедневно, иначе питомец может стать замкнутым и агрессивным. В породе также встречаются и собаки-одиночки, которые предпочитают как можно больше времени провести наедине с собой или с хозяином. Но это скорее исключение из правил. Шелти любит детей. Для справки. Мини-колли никогда не прочь побегать на свежем воздухе. Прогулки должны быть активными и наполненными различными играми. Шелти с радостью будет играть в догонялки с детьми и с другими животными, приносить мячик или проходить препятствия на специальной площадке. С этой породой нельзя выйти просто на пять минут, это жестоко по отношению к собаке. При покупке шелти стоит помнить о том, что они очень голосистые. Важно уделить достаточно времени воспитанию, чтобы в отсутствие дома хозяев, собака своим лаем не сводила с ума соседей. Внимание, раньше лай был необходим шелти по долгу службы, чтобы направить овец в нужном направлении голосом, поэтому к этой особенности следует отнестись с пониманием. Шелти интеллектуальные собаки. Они достаточно хорошо подаются дрессировке и всегда будут рады научиться чему-то новому. Дрессировка и воспитание. Самая верная стратегия воспитания и дрессировки маленьких колли, установление крепких дружеских отношений. Шелти, овчарки, а значит очень сообразительное и не прощающее насилие. Грубости в общении с питомцем быть не должно. Достаточно вовремя указывать на ошибки и хвалить, когда пес делает все правильно. Важно, так как шелти очень привязываются к хозяину, лучшим методом воздействия на собаку обычно является похвала. Иногда за любимую игрушку или кусочек корма мини-колли готовы сделать больше и лучше. Стоит помнить о том, что дрессировка лишь элемент воспитания и нужна для комфортной жизни вместе с собакой. В первую очередь шелти следует обучить команде голос и тихо. Это поможет в борьбе с неконтролируемым лаем. Необходимыми будут команды нет, нельзя и камни. Они нужны для безопасности на прогулках. Уход за питомцем. Основной фокус в уходе за шелти, их прекрасная пушистая шерсть. Лучше сразу обзавестись арсеналом расчесок или найти профессионального грумера для собаки. Два раза в год мини-колли линяют. В эти периоды собаку необходимо вычесывать ежедневно. Купают их исключительно по мере загрязнения или перед походом к собачьему парикмахеру. Расчесывать длинную мягкую шерсть шелти – одно удовольствие. Это нужно делать два-три раза в неделю. Уход за шерстью – обязательное мероприятие. Шелти показаны физические нагрузки средней интенсивности. Собака с радостью пробегает час, два и даже три. Такие супер-забеги удобно устраивать на выходных, на длинных прогулках в парке. В будние дни шелти хватит одного часа дважды в день. Кормление собак. Собаки – факультативные хищники, всеядные. Важно сразу решить, каким рационом будет питаться питомец, натуральной едой или кормом. Если выбор пал на натуральное питание, то для составления сбалансированного рациона необходимо посетить ветеринарного диетолога. Важно, собакам нельзя кости. Такая еда может привести к закупорке кишечника и его разрыву. Следует обратить внимание, что из питания собака должна получать следующие компоненты – белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, незаменимые аминокислоты, клетчатку, витамины, макро- и микроэлементы. Внимание, кормление качественным промышленным кормом решает множество проблем, не нужно готовить отдельно для собаки, думать что добавить, в рацион, а также подбирать питание в случае аллергии. А еще это выгодно с экономической точки зрения. Все составляющие здорового питания уже есть в корме, в самой лучшей комбинации ничего не нужно добавлять, необходимо только рассчитать дозу. Подсказка о количестве порции в граммах всегда есть на обороте упаковки с кормом. Порция зависит от возраста собаки, ее веса и активности. Ветеринарные врачи придерживаются мнения, что идеального корма не существует. Есть питание, которое подходит конкретной собаке, а есть еда, которая не подходит. При пищевой непереносимости компонента корма или натурального питания у собаки могут быть следующие симптомы – рвота, диарея, вздутие, живота, отказ от еды, аллергия, которая отражается на коже питомца, расчесы, покраснения, залысины. Важно, у этих собак отсутствует чувство насыщения. Пес будет есть, пока еда не закончится. Очень важно контролировать количество корма в миске питомца. Здоровье шелти. К сожалению, наследственные заболевания не обошли эту породу стороной. К ним относятся, заболевания глаз, прогрессирующая атрофия сетчатки, аномалия глаза, колли, дистрофия роговицы. Любая из этих патологий приводит к снижению или даже потере зрения. Заболевание системы кровотока, выражается в кровоизлияниях на коже и слизистых оболочках. Дисплазия локтевых, коленных и тазобедренных суставов, выражается перемежающейся хромотой. Диагностика ДНК-тест, рентегологическое исследование. Непереносимость препаратов от блох и клещей, которые содержит ивермектин. Очень важно перед применением ознакомиться с инструкцией к препарату и внимательно наблюдать за собакой после его применения. Если после обработки каплями у собаки внезапно покраснели уши и отекла морда, собака стала странно дышать, необходимо максимально. Быстро смыть нанесенный препарат и бежать в ближайшую ветеринарную клинику. Шелти не переносит некоторые лекарственные препараты. Например, лопирамид, дигоксин, веропамил, гидрокортизон, дексаметазон, анденситрон, мотилиум. Важно, собаку все равно обязательно обрабатывать от паразитов. Пероплазмоз, который переносит клещи, смертельно опасен для собак. Он хорошо подается лечению, только если вовремя его заметить. К сожалению, далеко не все ветеринарные врачи знают об особенностях мини-колли. В группе риска также такие породы, как колли и бордер-колли. Ответственность о здоровье собаки лежит, прежде всего, на плечах владельцев. Как выбрать хорошего щенка этой породы? Правила для выбора будущего друга в целом общие для всех пород. В случае с карликовой шотландской овчаркой необходимо обратить внимание на следующие параметры. Щенок должен выглядеть здоровым. Это значит, что малыш активно играет, шерсть мягкая и блестит, щенок с аппетитом ест. Отсутствует понос, рвота и неприятный запах. Чистые глаза, нос, рот, уши. Если что-то насторожило, лучше сразу задать вопрос заводчику. У щенка должны стоять все прививки в соответствии с возрастом. Собак прививают с восьмыми недель. Крайне нежелательно брать в семью щенка без прививок. Маленький колли должен быть обработан от глистов и паразитов теми препаратами, которые можно шелти. В составе противопаразитарного препарата не должно быть действующего вещества и вермектина. Заводчик должен без проблем познакомить будущих хозяев с родителями щенка. Родители должны быть дружелюбными к человеку, активными и здоровыми. Важно, чтобы они были проверены на генетические заболевания породы. Лучше не забирать малыша слишком рано. Оптимальный возраст для переезда – 8-9 недель. Щенки Шелти – само очарование. Цена щенков мини-колли – от 20 тысяч рублей. От покупки собаки за меньшую сумму лучше воздержаться. Вместе с породой будущие владельцы покупают гарантию на здоровье будущего члена семьи и определенный характер. Шелти может стать лучшим другом на лучшие годы. Вся любовь и забота, отданная собаке, возвратится старицей. Шетландские овчарки очень нежны с членами своей семьи и никогда не дадут заскучать.